МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рогачевское молочноконсервовое предприемство за 80-х годовой историей в 1938 году его створили для вытворчасти молочных консервов. Сегодня тут каждые сутки перепрацовывается больше 770 тонн сыровины. По объемах вытворчасти этих же молочных консервов комбинат заявляется буйнейшим на территории СНД. За объемными показчиками у предприемства сегодня увоглился у парадку. И рост промысловой продукции забеспечена, и зарплата выше и за летошний узровень. Разом с тым старшиня Абалваканкама Владимир Дворник-Пиракананы, комбинат працует не с тими выниками, на какие сдольные, и называет причины. Огромная закредитованность, и при этой процентной ставке, конечно, они работают сегодня не на производство, увеличение какого-то объема, качество, но работаем на банк. Поэтому вот эта вот техническая модернизация проведена, и сегодня важно, чтобы была еще экономическая модернизация. Экономическая – это, прежде всего, руководство предприятия, специалисты, те, которые сегодня должны видеть результат работы в деньгах, в экономике, в рентабельности, в прибыли. На жаль, обойтись без кредитов у Рогачевского молочного консервового мягчимостей не было. По прошлые годы тут проводится масштабная модернизация с открытием новых вытворчицей, что уже дозволило повеличить продукционность працы амаль на треть. Те-первых, это сучасная по европейских стандартах предприемства, але усе разумеют, без снижения затрат конкурировать на рынках будет складано. Отповедные планы складены, теперь необходимо их реализовать. Будем дальше также смотреть по всей сырьевой базе. Почему? Потому что мы уходим от всех сторонних организаций, в том числе и коммерческих, и особенно все второстепенные подрядные организации и цеха. У минулого месяца Рогачевский молочный консервовый принял удел у международной выставки Экспо-2015, якая прошла у Италии. А по конкретных плюсах сказать еще рано, а лепейные домовленности с потенциальными партнерами уже есть. Поширение географии поставок для комбината – необходность, как задоволить потребы у внутреннего рынка, хапая и 30% вырабляемой продукции. Россия занимает у нас в пределах 70% со всего. Армения, Азербайджан, Грузия, Туркменистан. Буквально на прошлой неделе проведены довольно-таки объемные переговоры с Турцией. Управлении с отповедным леточным периодом у творчества мароккана на Гомичине сегодня-то повеличилась около 14%. Это значит, что без работы комбинат не застанется. Перепроцессы и все господприемства сегодня працуют одному цугу, але эффективность такого супрацовництва поколь далекая от идеалу. При хорошем уровне ведения этого предприятия, то экономика этого региона, сельского хозяйства, была бы на голову тоже выше. И тот объем средств, которые сегодня приходится обслуживать этому предприятию, я имею в виду кредиты, они бы пошли в сырьевую зону, развивали, повысили бы уровень жизни тех людей и заработную плату. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель» за Рогачёво. Центральная выборчая комиссия Беларуси планует проверить подписы у подтримку вылучения потенциальных кандидатов у президента до 1 вересня. Про это сегодня поведомила керавник Центр выборка Малидия Ярмошина в программе «Актуальный микрофон» на первом национальном канале Беларусского радио. Зарегистровать кандидатов плануется 10 вересня, и уже с 11 вересня начнется полновартосный период перед выборчей агитацией и пропагандой. Нагадаем, выступления кандидатов на посаду керавника державы запланованы на период с 14 по 25 вересня на телеканале «Беларусь-1». Их так само можно будет почуть по радио с 21 вересня по другое Костричника. Сегодня в российском Курску стартовал международный марш миру, присвеченный 70-ти годзю Великой Перамоги. В программе церемония ускладания вянков и кветок до мемориалов, наведывание полночного фаса Курской дуги. У вечера российская делегация прибудет в Гомель. Плануется, что международным маршем миру на территории нашего региона примутся дел каля 50 представников молодежных организаций Гомельской и Курской областей. Маршрут мероприемства различен на два дни и будет пролягать на прамку Гомель-Червоный берег Рогачоу-Тихинич. У каждого из этих населенных пунктов уделники миротворческой акции наведуют место похоронения у загинувших в годы войны. Ускладут вянки и кветки до мемориалов, примутю делу в митингах, побывают в районных музеях и состренутся с жихарами. Подчас проведения международного маршу миру так само заплановано наведывание Минска и Бреста, а 28-го жнивня российская делегация вернется у Курск. До инших тем. Одразу два несчастные выпадки с детьми отбылись и напереда дни у Гомели. У вынику одно дитя загинуло, другое находится у критичном стане. Тревожная тенденция стала темой специального брифингу у Гомельским харвиканками. Об ситуации с гибелью и травматизмом детей журналистов проинформовали представники Аховы Здоровья и Комиссии по справах неполнолетних. Дитя, якому не было и года, купала мать. Ненадолго она отлучилась с ванного покою, а коли вернулася, знайшла дитя потанушим. У гэты ж день у Новобелецким районе з окна пятого поверха выпал пятигадовый хлопчик. Усяго ж с початку года у Гомели загинуло пятера малолетних детей. Трое из них у вынеку гвалтовных деяний сбоку уласных батьков. Так само зафиксовано больше, как 2600 выпадков отримания детьми травмов. Найбольшую тревогу выкликаются выпадки, у которых головный фактор – недохоп уваги сбоку дорослых. Гэта приводится до падения детей с в окна, отручивания таблетками и бытовой химии, отримания термичных опеков. Змытая продухиления трагедии, жнил незатвердженный комплекс додатковых профилактичных мероприемств. Будут проведены тематические родительские собрания в начале учебного года как в дошкольных учреждениях образования, так и в учреждениях общего среднего образования. Естественно, основная тематика будет – это создание безопасной среды для каждого ребенка. Естественно, мы понимаем, что в первую очередь за главную скрипку в этом играет семья. И только потом школа, милиция, здравоохранение и все остальные службы. Умытых попереджения дорожных здареньев с уделом неполнолетних пешеходов в Беларуси стартует специальное мероприемство «Увага, дети». С 25-го жнивня по 5-е вересня ДАИС закликает быть особливо уважливыми на дорогах. На передаче дни учебного года детям треба адаптаваться до интенсивного руху города. Так, у гэты перед автомобилисты повинны включать близкое светлофар навык в светлый час суток. Гэта мера необходная. По статистике, большая частка ДТЗ с уделом неполнолетних здарается по вине дорослых. Данная норма обязательно для всех водителей транспортных средств. В случае невыполнения в этот период водитель будет привлечен к административной ответственности. Протягиваем выпуск. Якосные товары, доступная цена, дегустация продукции, выступления творческих коллективов. У Гомеля у минулой выходной на площади Паустанне прошел масштабный кермаш, аутлет линейка. Его организатором выступила гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное предприемство «Аблгандльсоюз». Деяность гандлевых пляцовок оценили и наши корреспонденты. В стоковую ярмарку аутлет линейка на выходных посетило несколько тысяч гомельчан. В торговых павильонах, которые разместились на площади Восстания, был представлен самый широкий ассортимент продукции. Около 15 тысяч наименования от 300 отечественных производителей. Всего же белорусские товары составили 95% от общего количества представленных на ярмарке. Выбор для посетителей колоссальный – от булавок до мини-тракторов. Порадовали организаторы не только разнообразием продукции, но и приятными скидками. По более чем доступным ценам можно было приобрести овощи, рыбу, полуфабрикаты и другие товары. Ярмарка организована на высоком уровне. Можно купить детские вещи по доступным ценам. Мероприятия очень большие. Вот у нас гости из России, им тоже все очень нравится. Концерт хороший. Так что за все большое спасибо. Разумеется, с учетом приближения нового учебного года актуальной остается покупка школьных принадлежностей, которые также были широко представлены на ярмарке. А еще более 500 наименований одежды, ранцы и тысячи пар обуви на самый изысканный и строгий вкус. Каждый смог выбрать себе товары по душе и порадовать своего ребенка накануне 1 сентября. Выбрали уже ему кофточку. Тут, в принципе, ассортимент хороший. И брюки, и костюмы есть, и обуви достаточные. Поэтому нас все устраивает. Масштабная распродажа, организованная Облторгсоюзом, в этом году уже вторая. Большой акцент организаторы делают на продвижении отечественных брендов. Сегодня наша промышленность выпускает товары, которые ни в чем не уступают импортным аналогам. И цена, в связи с тем, что сегодня каждый считает свои деньги, цены сегодня демократичные. Эту же продукцию можно купить в сети, в других торговых объектах Облторгсоюза. Вы знаете, у нас на сегодня самый крупный торговый объект есть на Могилевской, на 16 тысяч квадратах. Там можно купить, опять же, всю продукцию, которая выпускается отечественными производителями. Каждый, кто пришел на ярмарку, смог не только с пользой провести время, сделав приятные покупки, но и получить от мероприятий удовольствие. Работа детских площадок, дегустация продукции, дефиле юных моделей в школьной форме, выступление творческих работников Облторгсоюза и их детей. Праздничная программа была насыщенной и яркой. Дмитрий Котов, Ольга Вальченко, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомеля» подвели выники 27-ой областной спартакеяды работников с поживецкой кооперацией. На протягу двух ден кооператоры региона вызначали мощнейших а у таких видах, як шматборье, волейбол, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, перотягивание канату. На спортивный форум собрались 25 команд. Колькость удельника около 500 человек. За напруженной боротьбой на спортивных пляцовках корреспондент Дмитрий Котау. Физическая культура и спорт – неотъемлемые составляющие в работе Гомельского облпотребсоюза. Именно кооператоры региона были инициаторами проведения подобных соревнований. Спустя некоторое время идею подхватили и другие областные организации. Сегодня работники потребкооперации из разных районов Гомельщины не понаслышке знают, что спорт дарит не только здоровье, приятную атмосферу дружеского соперничества, но и позитивно отражается на производственных результатах. У нас очень много работают молодежи. которые активно занимаются спортом, которые ведут такой активный образ жизни. И женщин у нас много в системе нашей. 80% женщин, из которых очень много у нас молодежи. Поэтому управление облпотребсоюза, наш областной комитет профсоюза не может это не учитывать в своей работе. Мы обязаны это учитывать, потому что сегодня молодежь более креативная, более такая спортивная. Им интересно не только побывать на рабочих местах, но им интересно на сегодняшний день конечно активно участвовать в спортивной и не только спортивной жизни коллектива. Борьба разыгралась нешуточная. Здесь все, как в большом спорте. Спортивный азарт и буря эмоций. Уступать никто не желал. Каждый приехал сюда исключительно за победой. Были среди участников и свои фавориты, многие из которых подтвердили свой статус. К примеру, команда центрального рынка Гомеля уже шестой год подряд стала лучшей в перетягивании каната. Команда считает свое достижение закономерным, потому что ей известен секрет успеха. Регулярные тренировки мы занимаемся. Не только перед соревнованиями, а вообще в спорткомплексе у нас часто происходят различные мероприятия такого рода. На торжественной церемонии закрытия были отмечены как отдельные участники, так и их команды. Общекомандное третье место у Гомельского райпо. Серебро у Будокошелевских кооператоров победителем, как и многие предыдущие годы, стала команда Житковичского райпо. Надо сказать большое спасибо нашему правкому, большое спасибо, надо сказать, организаторам соревнования. Соревнования проходили с большим рвением. Все команды хотели, конечно же, выиграть, но говорят, что побеждает сильнейший. Стоит отметить, что менее чем через месяц в Гомеле пройдут соревнования уже республиканского значения. Из самых спортивных кооператоров сформируют команду области. К слову, наш регион четыре года подряд является лучшим по республике. Надеемся, что высокая вершина покорится нашим ребятам вновь. Дмитрий Котов, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры.